Ничего нестатного не делал. Короче, все по форме было... Почему? Взял, отменил губернаторские выборы, меньше, чем за месяц. А он имел право по закону это делать, он не менял ничего. Он точно так же может, если надо, принести думские выборы на марта, да? Так вот, я имею в виду, что оппозиция будет готова, скажем, через год, то есть будет она находиться в той стадии готовности, когда, если что, будет готов и лидер, и команда для участия в выборах. Я понял. Давайте не будем забегать вперед, во-первых. Давайте посмотрим, что из себя будет представлять заявленная Медведевым политическая реформа. Действительно ли произойдут какие-то, я очень удивлюсь, если это случится, но произойдут какие-то содержательные изменения? Будет ли действительно уведомительный порядок регистрации партии? Будет ли возможность создавать блоки? Действительно ли будут настоящие выборы губернаторов? И что значит вот этот президентский фильтр? Давайте дождемся, вот, собственно, в каком виде будет принят тот пакет законов, который сегодня обсуждается в Государственной Думе. Хорошо, а пока будем дождаться. Что будет делать? Если у нас будет возможность действительно зарегистрировать политическую партию, у которой будет реальный шанс принимать участие в выборах, я думаю, что мы ведем консультации, я думаю, что мы будем этим заниматься. Если у нас будет шанс участвовать в губернаторских выборах, мы будем этим заниматься. Мы вообще заинтересованы в участии в выборах, в настоящих конкурентных выборах. Я сам несколько раз выдвигал свою кандидатуру на выборах в Московскую Думу. Меня не просто не пускали, мне 100% подписей браковали, то есть просто там демонстративно снимали с выборов. Поэтому мы же не революционеры, мы эволюционеры. И мы заинтересованы в том, чтобы трансформации и политические реформы в России происходили нормальным, бескровным, последовательным путем. И мы на этом настаиваем. Нас все время выталкивают в такую революционную риторику, нас все время заставляют вставать напротив ОМОНа, нас все время заставляют рассуждать не о социально-экономических реформах, а о проблемах политического устройства. Хотя нам есть что предложить и по реформе армии, и по реформе полиции, и по развитию российской экономики. Ну, диалог между властью и оппозицией, вернее, там, да, ругань происходит исключительно о вопросах устройства в государство. Вот давно уже пора в России создать такую систему, которая была бы компромиссной абсолютно для всех флангов политического спектра. И тогда можно будет обсуждать уже серьезные содержательные вещи. Что в ближайшее время будет происходить с митинговой активностью? Я думаю, она будет расти. Ни одно требование болотной площади Сахарова не было удовлетворено. Тот результат, который Чуров объявил, многие люди восприняли как оскорбление. Никто не верит, даже сторонники Путина не верят, что за него проголосовало 64%. Те люди, которые еще вчера были умеренными и верили в то, что они там во власти договорятся, Путин заинтересован, по крайней мере, в Москве они выборы не будут фальсифицировать, устроить здесь такую витрину демократии. Вот даже те люди, которые вчера верили, у которых были какие-то иллюзии, сегодня радикализуют свою позицию. И на Пушкинской площади я видел значительное число людей, которых я даже представить себе не мог увидеть на этой площади. Это там и менеджеры серьезные, и люди, которые работают на развлекательном телевидении, зарабатывают очень большие деньги, им нужно семьи кормить. Они выходили, понимая, что их могут арестовать, и рисковали своим достатком, своей работой, своим здоровьем, своими семьями, потому что людей раздражает происходящее в стране. Это действительно рассерженные горожане. И власть делает все, чтобы они раздражались и злились еще больше. Это опасная игра. Смотрите, вот сейчас вопрос Алексею. Почему все-таки то, что происходит сейчас, раздражение действительно налицо, раздражение как раз у тех, кого принято называть премиальной аудиторией. Креативный класс. Да, креативный класс, там наиболее продвинутая часть общества и так далее. Почему все-таки сейчас это не приводит к тому, почему привело аналогичное раздражение в 91-м году? Потому что есть деньги. И это совершенно другая тусовка. Она другая придворная партия, как мы говорим. То есть у тех все было. Члены Политбюро сидели. Елена Анатольевна знает, да, так сказать. Лучше меня во много раз, да, так сказать. Я не был вообще на Политбюро. Ну, кандидатом был. Он был, как он не был. Ну, как. Хорошо. Просто книжки читали, поэтому он знал. Да, книжки читали, да, да. Мы прекрасно понимаем, то есть для них были главные политические задачи, все остальные вопросы, эта большая система обеспечивала там. Вот. Сейчас она другая. Она построена на иных схемах, на денежных схемах, да, на интересах, на мотивации на другой. У государства официальных там, я думаю, миллиардов 600 долларов подушки в этих условиях есть, да, просто есть деньги, да. Второй момент. Есть деньги неформально группы, финансовых группировок, что позволяет просто вот так вот решить. Автобусы, ну, давайте там. 25 миллиардов на камеры, 25. 13 по бюджету, 12 Ростелеком. Двумя звонками. Алло, Ростелеком дашь 400 миллионов долларов, и вы, то есть, 400 из бюджета. Понимаете, система решает свои вопросы, да. Она более цинична, она прошла 90-е годы, она знает, как устроено, так сказать, все. Пока у них есть деньги, а значит и есть стволы. Когда вы говорите, нельзя держаться на штыках, нельзя. А на деньгах можно. Можно, да, пока они молодые, пока они относительно молодые, да, и менеджеры молодые, они поэтому сейчас подпитываются детьми. Вот. На многие позиции приходят дети, первых лиц государства. Посмотрите, это движение там от Патрушева до сына Фродкова и так далее. Это же идет молодежь, да, молодежь жесткая, уже более вообще циничная, конкретная, знающая, как все строится. И действительно, там внутри возникают браки, ну и так далее. Она, так сказать, твердеет, эта вся система. Поэтому какие 90-е годы, когда Горбачев там предавался ля-ля-ля? С другой стороны, Слушай, я прекрасно помню как раз эти 90-е годы, начал заниматься журналистикой, там в институт поступил в 89-м, сразу же начал журналистикой заниматься активно. И прекрасно помню, что все говорили о том, что да ну что вы там, у партии столько денег, столько золота. Золото партии. КГБ настолько... Оно и было. КГБ настолько сильное. Но все было ничейное. Все ваши разговоры о том, что что-то изменится, нет, смотри, смотри. Крень. Извините, да? Да. И кто бы мог предположить, я в Америке в этот момент автостопом путешествовал летом 91-го года, когда я увидел, значит, остановившись на одной из заправок купить сэндвич, значит, увидел по СНН танки в Москве, я реально думал, что я накануне просто там что-то перекурил, не того. Потому что никто не мог поверить, ни один политолог, тогда еще такого слова даже практически не было, ни один мастер, ни один советолог в Америке, никто не мог это сказать. Ситуация такая. Произошло все буквально за считанные, да даже не месяцы, за считанные там недели. Как? Очень просто. Неужели тогда КГБ было слабее сегодняшних ФСБ? Неужели у партии было меньше денег, чем сегодня? Слабее в чем, в каком смысле? Дело в том, в чем было принципиальное начало эпохи новой, Горбачева, Рыжкова, когда они открыли шлюз кооперации. То есть они открыли канал перекачки безналичных в наличные, да, так сказать. И этот канал нельзя было уже закрыть. То есть покатились деньги, да, стало обналичивание идти, кооперация, директора стали собирать вокруг себя совместные предприятия, кооперативы и так далее. И в погоне за, я бы сказал, мелким прайсом, да, так сказать, государство это улетело. То есть в этом весь смысл. Люди тогда наживали, да, и как бы остановить этот процесс было очень сложно. Какое там КГБ, какая служба, когда были возможности там что-то урвать? Эти системщики, они прошли через 90-е годы. Им ничего не надо там урывать. Там, я, допустим, там Рыжков убивался за какую-то дачу, да, тогда, так сказать, оставьте мне дачу, там, плакал. Николай Иванович Меслик. Михаил Сергеевич, там, и так, Николай Иванович Рыжков, да. Сейчас этого ничего не надо. Они строят по 25 тысяч метров дома, там, и так далее. Я знаю, ну, замечательную госкорпорацию, 10 участков, по 10 гектар на Рублевке, по 10 тысяч метров дом каждая. Все, да, эти все вопросы решены. Понимаете? И, как бы, это сказать, это деньги свои, это не деньги какого-то призвища КПСС, КГБ, это конкретные деньги конкретных людей. Попробуй забери. И поэтому эти деньги плывут вниз до главы поселка, который приторговывает землей, и ему что-то достается. И за подключение человек получает. И каждый в своей этой... Вот почему она живет, эта система. То, что на словах все говорят, да, Путин не наш, конечно, лучше, вот, питерских понатащил, а сам молчит. Понятно, почему, да? Сколько таких людей я видел. Генерал сидит, ну, мне стыдно, вот, то да сё, армию разваливают. Сам молчит. По понятным причинам. Куда ему там? Сын работает там, он при делах, там, и всё. И так эта машина и работает. И она будет... Она более эффективна, чем те. Те были в моменты вот этого изменения. Алексей, к прогнозам вернёмся. Хорошо. Да. Но все при этом, даже они, люди в этой системе, у меня там тоже хватает знакомых и... Ты же понимаешь, что я правду говорю. Да, это абсолютно правда. Да, действительно, таких людей огромное количество, да. Но даже люди, которые там, они, опять же, прекрасно понимают, что система порочна, что она всё равно рано или поздно нельзя на вранье и воровстве держаться. Соответственно, меня интересует прогноз, как это рухнет. Как обычно в России, когда физически, обычно как, бригада заходит на 25-30 лет, это была там сталинская, бакинская бригада или команда гвардейцев при Екатерине, да, они проходят стадию зенита своего, когда вообще всё, они рвут, молодцы, потом они начинают тухнуть, гаснуть, просто и физически стареть, накапливаются всякие противоречия внутренние, обиды, склоки внутри, да, и тухнет. 25-30 лет, они физически, так сказать, начинают уходить. В это время начинает такая быть, вот такая хаотическая ситуация, с которой выпрыгивает новый, так сказать, то есть лидер новой бригады, который начинает ещё на 25-30 лет консолидировать. Вот и всё, вся математика совершенно известна. То есть, грубо говоря, если брать за... А её никогда в России никто не знает заранее. Никто, никогда, ни один человек, кто бы мне там не говорил, а можно было предсказать, с Ельцином-то было понятно всё-таки. Что? С Ельцином было понятно. Это, к слову, кстати, лидер оппозиции. Совершенно непонятно. Людям было понятно, он нигде не был зарегистрирован, но людям было понятно. Нет, он лидер оппозиции был, но что он станет правителем России, да, так сказать, ну, в смысле, страны независимой, новой страны, никто же не понимал. Думал, ну, республикой будет командовать, а СССР-то больше. А тут получились вот такие повороты. Кто мог предвидеть падение СССР за год? Ну, в таком виде, в котором произошло, нет никто, хоть бы там мне никто не говорил, я представлял. понятно, Никто, никто, вот. Понимаете, поэтому здесь очень сложная такая комбинация, проблема может возникнуть там между ними всеми, да, они могут сцепиться очень жестоко. вот, есть человек, который, есть человек вот на поверхности, да, известный нам, там, еще раз говорю, назову несколько имен, там, Прохоров, Рыжков, Навальный, Яшин Удальцов, Рогозин, там, не знаю, да, Оксана Дмитриева, там, не знаю, или Ирина Прохоров. А вот из этих имен есть кто-то, кто может через несколько лет возглавить страну? Я думаю, что всех, кого вы назвали, будут соучаствовать, участвовать вот в этой, в этой какой-то игре, да, кто-то отсеется сразу, кто-то это. Но, кстати, очень интересно, что часто прорываются люди, за кем идет земляческая группировка. То есть, допустим, если посмотреть, то у нас там уральские правили, сейчас питерские, до этого были украинцы, ну, Брежнев, Хрущев, до этого, значит, бакинцы, кавказцы вообще в чистом виде. То есть, там, ну, не исключено, что с Дальнего Востока давно никто не прорывался, да, так сказать, ну, грубо говоря, я грубо так говорю, да, Ну, Дарькин сейчас без дела. Я вот тоже. Без дела, да, возьми его, вот настоящий ваш лидер, Дарькин, Навальный вперед, а за ним Дарькин. Ну, вот, понимаете, поэтому, и почему в России заранее никто не знает, потому что, как только его знают, все, значит, тут же вся сила двора на то, чтобы этого человека завалить и не пустить. навалили всем двором и ничего. Нет, понимаешь, с Ельцином... Хотя не было ни интернета. смотри, Ельцин, вот Ельцин, и, кто помнит, не даст соврать, в 89-м, 90-м, в 88-м году воспринимался, как шут Гороховый, да, примерно, как Жириновский воспринимался. И человек системы, который ходил и покаялся за свое поведение. какой-то шут какой-то. Я вот читал уже лекции на завод. Не, 88-м, 89-й, да. Я ходила на заводы, читала лекции. Ой, нет, не так же. До Пуча, до Пуча Ельцин не был Ельцином. Не надо. Он воспринимался. Очень он серьезно тогда уже воспринимался. 88-й, 89-й. Нет, народ спрашивает. И потом, не забывайте, это член придворной партии. Вы что? Вы же это кандидат, члены политбюро. Это человек оттуда же. И между... Это какие-то сложные отношения между, так сказать, Горбачевым, Лигачевым, Ельцином. Извините, вашим батюшкой. Не надо. Там сложная история. Нет, там между ними сложные... Это их дела. Я совершенно не ожидал, что в таком узком кругу проявятся такие позиции, прогнозы. Илья, на ваш взгляд, будет, я все одно и то же говорю, да, насчет оппозиции, в которой так много разных людей, да, с одной стороны, еще раз говорю, Немцов, которому, там, я испытываю большое уважение и просто товарищескую симпатию, давно довольно знаю, но, тем не менее, который прочнейшим образом ассоциируется у огромного количества избирателей с приватизацией, с тем, что он был там первым вице-премьером, и, соответственно, ну, никак, никакого нового президента. Это был наследник Ельцин. Конечно, наследник Ельцин. Пусть занимается кайтсерфингом, там, чудесно, мы к нему относимся, но не более того. Сын, да. Есть там Володя Рыжков с кристально чистой репутацией, есть Навальный, у которого есть все, кроме управленческого опыта и знания его страной. В любом случае, интернет-тусовка не страна, и большинство моих одноклассников в Орле его не знают. Они у меня спрашивают, кто такой Навальный, расскажи нам про него. Мы прочли классное интервью, интересный парень, отлично говорит, почему, типа, мы его не знали. Ну, потому что, типа, ящика нет для него, так вот, все-таки, как вы будете действовать в ближайшие месяцы? Кто будет за что отвечать? Есть какое-то четкое понимание, что там Акунин будет заниматься вот этим, Немцов будет заниматься этим направлением Рыжков, вот этим Яшин, тем-то, Удальцов, тем-то, а один будет заниматься организацией митингов, другой будет заниматься, там, не знаю, какой-то... Понятно. Есть, на самом деле, у меня большие сомнения по поводу того, что вот это нынешнее протестное движение, которое, наконец, сформировалось после, там, долгих лет склок, взаимных скандалов, разборок, но, тем не менее, сформировался некий такой базовый консенсус, есть, там, понятные, левые, правые, социалисты, там, либералы, националисты даже примкнули к всему этому движению. Есть, как бы, общее понимание того, чего мы хотим добиться. Вписать всю эту историю в какие-то такие институциализированные рамки, загнать всех этих людей в какие-то рамки, мне кажется, это начало-конца этого движения. Мы это уже проходили с другой Россией, не раз были попытки создать какую-то такую организованную коалицию. Это правильно. Да, и попытки загнать все это в какие-то организационные рамки, это начало-конца. Поэтому, мне кажется, вот в том виде, в котором оно сегодня существует, это широкое протестное движение, оно и должно существовать. Есть некая самоорганизация на базовом уровне, и это очень здорово. Вообще, мы должны стремиться к тому, чтобы стимулировать граждан к самоорганизации. Время вождей, время вот навязанных вертикалей, оно проходит. Может быть, и время политических партий уходит. Посмотрите, что там в Европе происходит. Партии интернета сегодня начинают диктовать модулу политическую. Поэтому, в этом смысле, мне кажется, направление наше понятно. Самоорганизации, механизм самоорганизации начинают появляться и становятся эффективными. У нас есть эффективные современные технологии, в первую очередь, это интернет. То есть, помогаем человеку стать свободным, самостоятельным. Да, я против того, чтобы мы отдавали нашу судьбу и судьбу своей страны в руки любого вождя, кто бы это ни был. Я против того, чтобы лидер оппозиции сегодня стал Путиным завтра. Я против того, чтобы механически заменить Путина на одного из лидеров оппозиции. Меня это не устраивает. Я хочу, чтобы в России самодержавная система заменилась республиканской и в философском, и в политическом, и во всех смыслах этого слова. Мне кажется, вот это главная цель, которая объединяет сегодня огромное число людей, и тех, кто выходит на улицы, и тех, кто пока еще остается перед мониторами своих компьютеров, на кухнях, но тех людей, которые думают так, как мы. Их становится все больше. Революционная революция. Резюмируйте, Лена. Я согласна абсолютно. В ближайшие месяцы повторяю. Я согласна с Ильей. Повторяю, я остаюсь на своей позиции и думаю, что мою позицию во многом разделяют ребята из Зуркомитета за честные выборы. Я считаю, что происходит эволюционная революция, что как бы не хороши были аналогии, которые приводил сегодня Леша, умнейший человек, опытный политик, сегодня это невозможно хотя бы потому, что есть другой способ коммуникации. А в Орле скоро появится интернет, ваши друзья будут не только читать статьи, но и общаться с Лешей Навальным гораздо более простым путем, чем мы делаем даже сегодня. Многое зависит от того, насколько интернет охватит страну. Многое зависит от того, какие ошибки будет совершать Путин. Если он будет действовать более жесткими мерами, произойдет быстрее. Если он будет более и либерален, но, к сожалению, не он, не Медведев, потому что Медведев цивилист как, юрист, не конституционалист. Они этого делать, к сожалению, не умеют. За них все время это кто-то пишет, и у них все время это не удается. Вот от этого будет зависеть. Я тоже против того, чтобы один лидер был. Если уж политические партии, хотя я против политических партий, и очень много научных исследований сегодня говорят за то, что время политических партий отошло, что это тоже своего рода политическая бюрократия. Я за то, чтобы было много звезд на нашем небосклоне, чтобы каждый из них в нужное время, в нужном месте смог бы стать руководителем той или иной территории, того или иного, той или иной группы людей. Если уж создавать партию, то в свое время она не очень красиво звучит, аббревиатурно. Ее придумал Евгений Матвеев, звучит GPSS, живу по собственной совести. Вот это примерно та партия, которая сегодня нам всем нужна, но каждому для себя. И вместе мы сила, и сила в том, что мы разные как раз. И я, и Илья, и Леша Навальный, и Леша Митрофанов. Но вот таких ребят, как Рогозин, или как Сережа Бабурин, которым главным всегда было захватить теплое местечко, и остаться при власти. Спасибо. Красивые слова, очень красивые идеи. Дай бог, чтобы они однажды реализовались. Но знаете, как чайник, он, как известно, кипит, 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 кипит. Пока он кипит, вот у нас людей говорят, да ладно, он никогда не свистнет. А потом однажды он все-таки свистит, потому что происходит то, что называется парадигмальным сдвигом. В данном случае, наверное, нам сам приходится говорить о неком... Может, взорвался. Сдвиги в сознании. Потому что то, что вы говорите о саморганизации человека, да, живи по... Как там ЖПСС? Живи по собственной совести, да. Возьмите карандаш и напишите совесть и вспомните, когда вы думали о ней. Дай бог, чтобы так оно и было, чтобы, по крайней мере, в самое ближайшее время началось движение к этому. А уж мы, я отвечаю за себя, за нашу телекомпанию, за тех журналистов, которые думают, как я, постараемся так, чтобы давать этим людям площадки, чтобы эти площадки создавались, где все мы будем вместе обсуждать то, в каком мире и как мы хотим дальше жить, по каким правилам играть. Станислав Кучер задал вопросы. Алексей Митрофанов, Елена Лукьянова, Илья Яшин на нашем сегодняшнем круглом столе. Спасибо. Рад быть вашим современником. Будьте свободны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова